Чпоньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер и добро пожаловать в очередной видосик по Зайчику. Сегодня, друзья, у нас с вами будет реакция на трейлер Зайчик Другая История. Трейлер, который, соответственно, посвящен выходу, грядущему, так скажем, обновлению данной модификации. И стоит отметить, что это стартовый трейлер, который должен приоткрыть завесу тайны над новым обновлением. Показать хоть немного, что же в нем будет. Данный славный передал разработчик. Марк, большой тебе привет. И вообще, кто не знает, Марк и его команда делают, по моему сугубо личному мнению, в настоящий момент самый качественный, крутой, масштабный мод, который только можно представить по Зайчику. Зайчик, другая история, полное прохождение есть у меня на канале, можешь ознакомиться. И вот, наконец-то, выходит трейлер, который мы с тобой сейчас заценим, как обычно, с самого начала и до самого конца, без комментариев в начале, но потом уже будем останавливаться по тайм-кодам и смотреть какие-то моменты более детально. Поэтому погнали. Лайк, подписочка, комментарий, подписка также на телегу. Поехали. Так, ой. Почему я постоянно так начинаю реакцию? Сейчас все, ничего не будет. Смотрим от начала до конца. Первый же кадр, ставлю стоп. Не надо так делать, все, убери пальцы оттуда, да, кстати, не надо, все, поехали. Вам глиночной. При свете дня. Такое мы знаем в строчке. Так, мы видим руку. Мы видим полинку. По мгле ночной, последний шанс. Охренеть переходы классные. Найти себя. Очень крутые переходы. Так, еще один эксклюзивный арт. И победить страхи. И начиналось все нормально, все позитивно, добро, и потом бац, и снова какая-то жесть. А именно черный гараж, который так сильно нас с тобой пугает, что сжигают нас изнутри. Старые знакомые. Зайчья губа. Тоже такого арта мы с тобой не видели. Блин, как же охренительно команда Марка реально все рисует. Я просто в шоке. В новых местах. Окутанные мраком тайны. Вот немножко диктора не хватает, да? Раскроют свои карты. Тот самый маньячелло, который появился в обновлении. В новом обновлении. Ой, музяка очень хорошая. Зайчья. Другая. Барабанный друг. История. Окей. Да. И тут опять же переход. Мы слышим флейту. По-моему, это флейта. Но уже на другой мотив. Он придет. Очень стремный и жуткий хозяин леса. И, собственно, на этом заканчивается сам трейлер. Все. Мы с тобой посмотрели. Первое впечатление очень приятное. Опять же, ну. Когда ты смотришь контент, связанный с модом зайчик, другая история. У тебя уже пипец, как автоматически поднимается планка. То есть, безусловно, есть и другие классные, хорошие моды. Ребята тоже стараются, делают. Но здесь нужно понимать, что... Да ничего не нужно понимать. Ты только что сам все видел. Серьезно. Чего я тебе рассказываю, как бы объясняю. Еще раз с тобой все это дело включим. Посмотрим. И более детально изучим. Помгли ночной. Мы видим луну. Соответственно, строчки. И здесь у нас окровавленная рука. Вот. Просто реально мечта трипофоба. То есть, здесь она вся в каких-то непонятных наростах. Из которых сочится кровь. То есть, это не просто он там ножом порезался. Это реально какие-то нарывы, которые очень сильно кровоточат. Если сейчас кушаешь, я тебе не завидую. Хотя желаю приятного аппетита. Вот. Ну, прям мерзко. Да, максимально мерзко выглядит. Здесь Полинка. У нас в антураже, соответственно, своей комнаты. У нас Владимир Высоцкий. И здесь у нас последний шанс. Возможно, возможно, опять же, у меня во время просмотра данного трейлера закрылась мысль, что эти строчки не просто так, ну, типа, с персонажами. Последний шанс дать Полинке. Или Полинка даст Антошке. Последний шанс. В смысле, естественно. Вот. Здесь же история такая, что, как ты помнишь, да, у нас там с Катикой все вот эти вот взаимоотношения улучшились. Мы такие подружились. Начали общаться. А здесь, возможно, снова как-то мы вернемся к Полинке в этом обновлении. Снова она появится, да, и раскроется как персонаж. И будет очень много взаимодействия именно с данной героиней. После чего... Блин, мне реально очень сильно заходят вот эти вот все переходы. Охренеть. Прямо, значит, так все отдаляется, потом приезжает кинематографично очень. Найти себя. И здесь мы видим Ромку. Ромку найти себя. То есть, возможно, этот персонаж найдет себя. И если там у нас Катька внезапно такая нихрена себе, так она умеет нормально общаться, она умеет дружить, она умеет там звать к себе в гости. А тут, возможно, Ромка как-то тоже реально проявит себя более героически, возможно. Какой-то такой поступок совершит, от которого мы вау, типа ничего себе. И это будет реально классно. И опять же, школьный двор со снеговиком, с какими-то сугробами, с дорожками. Тоже выглядит довольно классно. Вот этот вот арт очень любопытный. И просто реально насладись этим артом и посмотри, как же это охренительно нарисовано. Но реально полное ощущение, что это не модификация, что это, блин, черт возьми, пятая глава вышла, и с нее слили просто какой-то кадр. Просто жесть. Мне очень нравится, реально. И здесь, соответственно, меняется настроение. До этого все было хорошо. Там сидим, стоим, разговариваем. А тут бац! И тут какие-то страхи появляются, которые необходимо, естественно, победить. А именно. Черный гараж, естественно, как такой самый темный, мрачный символ вот этого скопления нечисти. Появляется зайчий куба. Реально, насколько я знаю, насколько я помню, этого арта еще нигде не сливали. Его вообще нигде не было. Это, опять же, эксклюзивный арт, который команда Марка нарисовала. И как же, блин, он жутко выглядит здесь. Вот тут его улыбочка. Сигарета, кстати. Мы осуждаем, естественно, курение. В коем случае не надо этим заниматься. Но смотри, она здесь реально типа горит. И мы встречаем зайчью губу. Не знаю, так ли будет в самом обновлении, но здесь прям видно, что это какой-то, опять же, то ли гараж, то ли подвал, то ли что-то, где дофига всяких мешков, свечей. И вот здесь мы с ним встречаемся. Блин, ну я очень надеюсь, что реально вот зайчья губа это персонаж максимально нераскрытый. И когда мы с тобой увидели маньяка, да, мы делали множество различных теорий о том, что, возможно, это действительно зайчья губа. Нифига, это был просто, ну, персонаж. Зайчья губа остается зайчей губой. И вот что с ним будет происходить уже в обновлении, как он будет раскрываться, лично мне очень интересно узнать. Знаешь, мне вот эта вот история с появлением персонажей на каком-то фоне напоминает загрузку ГТАшки. Вот взять ту же пятую ГТА, прям похоже. Очень и очень похоже. Убрать текст, добавить немного другую музяку, и прям как будто мод зайчик для ГТА. Окутанный мраком тайны. Блин, вот это тоже очень классный арт. Очень классный арт. Его, я помню, в обновлении не было, иначе я бы его, скорее всего, запомнил. Но это офигенно, что в обновлении нам с тобой снова расскажут про эту персонажа. Потому что, как ты помнишь, опять же, когда мы с тобой проходили модификацию, это все закончилось, ну, максимально... максимально внезапно. И мы такие, а кто это, а что это? А типа его судьба до этого, его судьба потом. Ну, вроде как Антошка у нас там ультанул. Вот. Ну, не буду спойлерить для тех, кто еще не смотрел. Опять же, плейлист с полным прохождением зайчика и другая история у меня есть на канале, поэтому обязательно ознакомься, если до сих пор этого не сделал. Реально, мод просто шедевральный, с озвучкой, с офигенными сценами, с эксклюзивными артами. И, собственно, блин, с офигительным обновлением, которое, я надеюсь, уже в скором будущем выйдет. С вот таким вот классным наполнением. Я уже прям вижу, какие кадры я смогу из этой превьюшки. Это офигенно. И знаешь, что самое интересное? Мы видим маску, ручку. Кстати, я тогда не сделал особого акцента на ручку, но действительно, довольно знаковый предмет во всей этой истории. И очень круто, что здесь он тоже будет играть определенную роль. И, собственно, хозяин леса. Очень жуткий. О чем нам говорит, конечно же, еще и надпись, что он придет. Он вернется. Прямо как Волан-де-Морт из Гарри Поттера. Короче, резюмируя все то, что мы с тобой увидели. Офигительный трейлер. Серьезно. Мне он очень сильно зашел. И ни в коем случае там не буду умалять заслуги предыдущих ребят трейлера, которых мы также видели, предыдущих модов. Просто скажу, что здесь не так много какого-то нереального моушн-дизайна, пролетов камеры, 3D-объектов, когда мы там с тобой комнату видим, и вот так вот камера туда-сюда крутится. Здесь более выдержано именно в стилистике самого зайчика, самих модов. Мне очень сильно понравились вот эти вот переходы и как бы добавление все-таки какого-то действия. И здесь в трейлере ты офигеваешь не столько с каких-то монтажных, возможно, склеек, сколько от самого содержания. Потому что здесь столько показали крутых, опять же, я еще раз повторюсь, да, эксклюзивных артов, которые ребята трудились, рисовали и которые выглядят один в один как оригинальный зайчик. И вот от этого количества, от этого, от всех этих переходов между этими артами ты реально просто офигеваешь. Переходов не в плане, опять же, монтажных склей, как я говорю, технических переходов, а смысловых, что типа нихрена себе. Тут у нас и текст, и всякие эти картинки. Начинается это все с полнолуния, и снова он сходит с ума, возвращается к Полинке, потом Ромка, потом с Катикой сидят они, и все-таки гараж, зайчья губа появляется. То есть офигенно. И вот это, кстати, тоже очень жуткий арт, который я вначале не заметил, понятия не имею, что он означает. Тут какой-то замок рыцарский, просто груда скелетов лежащих, какой-то огонь, который устремляется в небо. Возможно, тоже в обновлении будет что-то связанное с вот этим вот, ну как сказать, не лором, а то, что помнишь, у нас еще в оригинальном зайчике, там шаман пришел на крыльцо, начал сходить с ума. Вот что-то такое, погружение в какую-то мифологию, в фольклор вот этот народный, да, который ходит здесь, что типа это ни хрена себе на самом деле проклятая деревня, тут на этом месте стоял, короче, замок, и тут всех поубивали, и потом это древнее зло пробудилось. Возможно, нечто похожее мы с тобой как раз-таки увидим либо в этом, либо в грядущих обновлениях. Но это, еще раз повторюсь, очень классный, хороший, качественный трейлер, который прям вот, ну реально я с удовольствием вместе с тобой рассмотрел уже более детально. Ну и первое впечатление, когда мы с тобой все это дело видели, конечно, у меня просто было прям, прям классно. Вот. Собственно, как-то так. Обязательно пиши свое мнение в комментариях, как тебе вообще... Сейчас чихну. Не чихну. Как тебе вообще данный трейлер? Что понравилось, что не понравилось? Очень классно, когда вы реально пишите в комментариях свои теории, которые потом сбываются. То есть ты прямо сейчас можешь спуститься в комментарии, написать какую-то свою мысль, которая у тебя просто проскочила во время просмотра данного трейлера, и потом, когда выйдет самообновление, и ты поймешь, что черт возьми, да я был прав. Я типа раскусил разработчиков просто вот так вот сразу же, и понял, что, ну как именно будет разворачиваться сюжет. И ты поймешь, что, ну, блин, ты ни хрена себе экстрасенс. Все угадал и был по итогу прав. Обязательно поддерживай разработчиков. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. Марка его команду. Там просто уже очень большое количество участников в группе мода. Опять же, это самый медийный популярный мод среди всех модов по зайчику. И это абсолютно заслуженно. Еще раз скажу огромнейший респект. Ребята молодцы. Трудятся. И, соответственно, будем их также, в свою очередь, поддерживать. Если у вас есть финансовая возможность, также поддерживайте их еще и донатом. Потому что сейчас они собирают, насколько я помню, на озвучку. Это тоже очень дорогостоящий процесс. Вот. И, конечно же, подписывайтесь также и на мой телеграм-канал. Потому что там выходит множество всяких интересных постов, связанных со мной, с моей жизнью, с жизнью канала. И, конечно же, чтобы не пропустить следующие реакции по зайчику или, в принципе, прохождение. Чтобы, как только вышло обновление, на моем канале сразу же вышла первая серия с прохождением. И ты смог ей сполна насладиться. Ну, с вами был ваш Дакстр. Всем хорошего настроения, всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok